Сегодня белорусы могут получать из-за рубежа посылки для личного пользования на сумму не более 200 евро в месяц. Если лимит превышен, то приходится платить таможенную пошлину в размере 30% от суммы превышения. Какие нормы содержатся в новом указе, мы узнаем у главного инспектора отдела организации таможенного контроля Гомельской таможни Александра Васильевича Подсыпанникова. Здравствуйте, Александр Васильевич. Здравствуйте. И мой первый вопрос. С момента вступления указа в законную силу на какую сумму мы сможем получать посылки из-за рубежа? С момента вступления указа в законную силу, а именно 14 апреля, изменяются нормы беспошлиного ввоза как в международных почтовых отправлениях, так и товаров для личного пользования, перемещаемых физическими лицами в сопровождаемом, либо несопровождаемом багаже, либо иным способом. А именно, для товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях, такая ставка составит уже 22 евро и 10 килограмм общий вес товаров, так же, как и товаров, доставляемых перевозчикам. К примеру, если человек заказывает в международном почтовом отправлении, ну или получает посылочку стоимостью 50 евро, весом, к примеру, 2 килограмма, то в этом случае от 50 евро отнимается норма беспошлиного ввоза 22 евро, остающаяся стоимость облагается платежами по ставке 30%, что-то более выходит 8 евро, плюс уплачивается сбор за совершение таможенных операций по ставке 5 евро. В случае, если стоимость, к примеру, будет 20 евро, а вес посылки 12 килограммов, то будут взиматься таможенные платежи в зависимости от веса, то есть за 2 килограмма лишних 4 на 2, 8 евро подлежат уплате, плюс сбор за совершение таможенных операций 5 евро. Если превышает и стоимость, и вес посылки, к примеру, вы заказали посылку стоимостью 25 евро, весом, к примеру, 15 килограммов, тут в этом случае расчет немножко сложнее, за счет того, что ставка комбинированная, будет рассчитываться как от стоимостной составляющей, то есть превышающей 22 евро, так и от весовой, превышающей 10 евро. И та, которая окажется больше, та и подлежит уплате. Что же касается товаров, перемещаемых в сопровождаемом, либо несопровождаемом багаже, то здесь нормы беспошлиного ввоза остались прежними, то есть полторы тысячи евро общий вес товаров, 50 килограммов общий вес товаров. Вместе с тем, изменился несколько подход к определению товаров, которые подпадают под определение товара для личного пользования. То есть, если частота пересечения физического лица через таможенную границу, там Евразийского экономического союза, чаще, чем один раз в три месяца, то товары, возимые этим лицом на сумму более 300 евро, либо и превышающие вес 20 килограммов, не будут относиться к товарам для личного пользования. Что это означает? Это означает, что такие товары могут быть везены в общем порядке, предусмотренном для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В качестве товаров, перемещаемых во внешнеторговом обороте. То есть, с уплатой таможенных платежей на условиях, предусмотренных таможенным кодексом таможенного союза. Расскажите, пожалуйста, какой процент среди всех посылок занимают заказы из зарубежных интернет-магазинов? Ну, по общим оценкам, это примерно более 90% от всех международных почтовых отправлений. Более того, по статистике, 10% населения нашей страны получают посылки из-за рубежа. То есть, 90% в общем не участвуют в этом процессе. Поэтому можно сказать, что изменения в данный указ коснутся только меньшего числа граждан нашей страны. Вместе с тем, даже из тех, которые получают международные почтовые отправления, находятся те, которые пытаются под видом товаров для личного пользования вести эти товары в коммерческих целях. Александр Васильевич, спасибо вам большое за разъяснение. Спасибо вам также.